Вывести семью за границу не такая уж несбыточная мечта оказалась Павлу Людикову, пока он не обратился в турфирму «Турлидер». Подписал документы, внес плату почти 300 тысяч и доверился компании. Сидел, ждал вылета, за два дня позвонил, оказалось, что туда не были заказаны, деньги попросил вернуть, а она отказалась, сказала, якобы у нее их украли. Отдых сорвался и у Веры Майоровой. 200 тысяч ей вернули, 100 еще должны. Устав ждать, она пошла в полицию и выяснила, там ей не помогут. Дело прекращено из-за того, что нет состава преступления. Праведная Дарья Андреевна поступила неумышленно. Прикарманила деньги, это получается неумышленно. Искать правду пострадавшим приходится только напрямую с директором турфирмы Дарьей Праведной. По ее версии, ее тоже кинули на деньги. Бывший соучредитель оформлял договоры на нее, а деньги забирал себе. Его уже не найти, он не в Барнауле. Поискать пришлось и сам турлидер. Долгое время турлидер находился на проспекте Строителей 11. Недавно вывеску там сняли, теперь компания приехала в центр, торговый центр Цезарь. Но пока здесь ничего не указывает на то, что фирма работает. Сменила место фирма, как полагают ее бывшие клиенты, из-за настойчивости, такие же, как они. Самого директора тоже не найти. Девушка активно привлекает клиентуру. А клиент, вы хотите у него взять, не отдать деньги, получается, или как? Почему? На ранней бронировке когда приносят, там всего 30% берут при бронировании на лето. Потом перепричь. То, что время еще есть до июля месяца. А, ну понятно. В принципе, человек не пострадает от этого. Нет. С нашим телеканалом Дарья тоже не стала встречаться. Но на телефонный звонок ответила. Если я кого-то хотела, допустим, как они считают, то я бы вообще денежные средства не выплачивала. Не писала бы расписки, не встречалась бы с ними. Я остаюсь в этом же городе, никуда не уехала. Семь, я буду возвращать денежные средства. И буду возвращать до суда. О каком суде идет речь, ведь полиция состава преступления не видит, Дарья не уточнила. А вот судиться с бывшим партнером, что логично, она не намерена, рассчитывает договориться по мирному. Но когда это будет, неизвестно. Как, впрочем, и то, сколько людей все еще ждут возврата своих вложений в так и не состоявшийся отдых. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости.